Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Роман Быков. Накануне в областном центре прошло важное мероприятие, заседание совместного совета по предпринимательству в Тверской области и экспертного совета при Палпреде по защите прав предпринимателей в нашем регионе Антоний Стамплевский у нас сегодня в гостях. Добрый день, Антон. Здравствуйте. Ну что обсуждалось и какие решения, конечно, самые главные были приняты? Традиционно бизнес-сообщество, все общественные объединения, зарегистрированные в Тверской области, малые, крупные и региональные и муниципальные, обсуждают итоги исследований, которые мы уже десятый год самостоятельно проводим с помощью специалистов технического нашего университета. Обобщаем анкеты сотен предпринимателей. Это почти каждый 140-й, 145-й предприниматель участвует из всех муниципальных образований. И благодаря такой обратной связи, такой уникальный опрос, мы сравниваем данные объективные, которые по линии оси инвест-климата идут, сравниваем те опросы, которые федеральный бизнес-омбудсмен проводит периодически тоже по всей стране. И мы видим здесь, что есть положительные характеристики. И в целом, надо сказать, в широком формате бизнес адаптировался к новым вызовам и угрозам, и, скажем так, дополнительного давления не испытывает. Это очень важно. И в плане защищенности, и есть вопросы в плане поддержки предпринимательства. О чем говорили наши тверские предприниматели, лидеры бизнес-сообщества? О том, что пока еще серьезно ощущается высокий уровень тарифной налоговой нагрузки и рост постоянных издержек. Но это далеко не первые места. На первое уверенное место выходит серьезная проблема дефицита кадров, обеспеченности. Вышло даже сколько-то лет. Ну вот в этом году прям очень отчетливо. В предыдущие годы второе, третье место всегда в тройке. Но здесь прям проблема номер один. А почему вдруг так? Ну, мне кажется, здесь разные факторы. И там внешнеполитически все-таки люди участвуют в странной операции. Часть наших мужчин ушла на это дело. С другой стороны, чисто демографические факторы. Вот то поколение, оно очень малочисленное, которое сейчас в трудоспособный возраст вступает. И в рамках нашей региональной программы по развитию демографии, работы регионального правительства ведется работа в том числе для формирования нового кадра потенциала для бизнеса. Эти новые программы, такие как профессионалитет, в котором очень активно участвуют наши деловые сообщества, там, союз промышленников, предпринимателей, они говорят, что это правильный вектор ориентации именно подготовки кадров под инвестора, для предпринимателя и стимулирование через инвест, налог, вычет, через дополнительную практику, через субсидирование первого рабочего места и так далее. Среди проблем, которые звучали не так отчетливо, как раньше, это административная нагрузка и влияние проверок на бизнес. Здесь мы совместно с прокуратурой работаем, и Тверской области прокуратуры, и Волжской природоохранной прокуратуры, и транспортной прокуратуры. Со всеми с ними вместе мы видим, что большое количество проверок в принципе не согласовывают прокуратуры, и в плановые, и в неплановые, потому что действует с одной стороны мораторий, с другой стороны именно направленность на профилактику правонарушений. Но к нам, как аппарату полномоченного, жалобы такие стали нечастые по линии проведения проверок. Ну и есть специальный индекс административного давления, я думаю, в 2024 году мы тоже проведем такой срез, и обязательно его отдельно обсудим. Что еще вызывало тревогу, обеспокоенность и вызывает у предпринимателей, это высокая стоимость кредитов. Изменилась ключевая ставка, банковский сектор, действительно многие кредиты для предпринимателей стали недоступны, и здесь выручают региональные фонды, фонд развития промышленности, фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса, фонд предпринимательства, который выдают займы и для МСП, и на оборотные средства, и по линии промышленной ипотеки, сейчас первые ласточки идут, и по другим программам. Но, конечно, средств для всех не хватает. Мне кажется, здесь следовало бы, наверное, вернуться к расширению программ субсидирования процентной ставки по выданным кредитам, когда предприниматель берет в банке кредит, а государство помогает ему именно гасить процентную ставку, потому что эффективность таких вложений с одного бюджетного рубля 6-7 рублей, потом отдачи в перечислении и налогах, и в других сборах. В этой связи мы взаимодействуем с нашим отделением Центрального банка. Вот в прошлом году были сложности, и информацию проверяли по пересмотру ставок кредитных договоров, по фиксированному не подтвердилось, действительно, по плавающим здесь банковский сектор, благодаря нашей совместной работе с Минэкономразвития, Тверского региона, шли навстречу, и вот такую медиативную функцию в хорошем смысле наше отделение Центрального банка выполняло и выполняет. Ну и надо сказать, может быть, по оценкам по поддержке предпринимательства, пока еще невысокий уровень имущественной поддержки. Это, наверное, предприниматели связывают с изменением кадастровой стоимости, с имущественными налогами, в некоторых муниципальных образованиях со ставками, наверное, с одной стороны, с другой стороны, и с предоставлением земельных участков, помещений. Их не так много в некоторых муниципалитетах, и в принципе нет свободных помещений для размещения. Ну, в свое время неплохо сработал 159-й федеральный закон, и предприниматели, те, кто добросовестно арендовал более трех лет, выкупили помещение. В этой связи, мне кажется, стоит подумать над дополнением мероприятий в областную государственную программу именно в части развития имущественной поддержки. Но это не только такое одно, может быть, предложение. Мы, как традиционно, по итогам обсуждения, само исследование направляем в органы государственной власти Тверской области с предложением модернизировать саму поддержку предпринимательства и совершенствовать регулирование предпринимательской деятельности. Обращали внимание коллеги на, может быть, сбои в коммуникации, обратной связи, потому что на местах может быть небольшой пока не всеобъемлющий охват мерами государственной поддержки. Но, кстати, сказать это не обязательно. Многие предприниматели стремятся вести дело самостоятельно, не опираются на получение субсидий и других форм. Тем не менее, думаем, что в диалоге новые способы коммуникации, и личные приемы, и выездные совместные мероприятия нашего института, профильных министерств, экономического блока, они позволят вот это процентное соотношение неохваченных пока информацией сократить. А вот предприниматели очень часто жалуются, да, собственно, весь народ жалуется, но предприниматели особенно на проблемы с подключением к коммуникациям, как электричеству, так и газ. Дорого, люди говорят, неадекватно дорого, мы не понимаем, с чего складывается. Вот в этой связи у нас активно идет газификация области. Как-то в этом плане бизнесу стало легче, может быть, подешевле, не знаю, проще подключиться к газу. Ведь это удешевляет производство заметно. Ну, ценообразование здесь сохраняется. С другой стороны, предприниматели хотели бы понимать, откуда оно складывается. И в этой связи деловые сообщества, лидеры общероссийских общественных объединений тоже предложили, может быть, более тесное взаимодействие с региональной энергетической комиссией, вхождение в совещательные структуры. Но оно и с реком. Ну, пока в рабочем таком формате. С одной стороны. С другой стороны, даже дело не в средствах. Бизнес готов платить, потому что это же время для запуска объединенционного объекта. И даже иногда готов платить дополнительно процедуры. Достаточно тяжелые. И в этой связи это не только касается какой-то одной сферы коммунальной. Такие обращения к нам продолжают поступать. Мне кажется, что вот такая практика личных приемов руководителей монопольных структур, которая была, кстати сказать, весь прошлый год в нашей общественной приемной, в защите прав предпринимателей, такой личный контакт. И второе, отраслевые совещания и на нашей площадке, и совместно с прокуратурой Тверской области, они дают неплохой эффект. Потому что за последние два года, если сравнивать, динамики, да, жалобы от предпринимателей на монополистов, это в топ-3 они входят. Но, тем не менее, положительные тенденции есть, когда мы здесь выступаем как такие посредники, переговорщики для того, чтобы и крупный монопольный бизнес, и малый, средний, который хочет подключаться, хочет развиваться, находили общие точки соприкосновения, согласовывали графики, проведение работ, графики платежей, если речь там о задолженности какой-то возникает. Вот, над этим тоже будем работать. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. У нас в гостях был Антон Стамплевский по защите прав предпринимателей в Тверской области. Антон, я желаю дальнейших в наступившем году успехов в этой непростой работе. Потому что бизнес защищать очень важно, потому что, как я неоднократно говорил в своих эфирах, бизнес кормит страну. Спасибо большое, Антон. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин